Мужчина в декрете. Отдых или испытание? Может ли в Беларуси появиться обязательно отцовский отпуск? И способен ли папа заменить маму? Время для открытого разговора на СТВ. Меня зовут Илона Волынец. Здравствуйте! Герой нашего следующего сюжета решил помочь супруге и взял на себя все заботы по уходу за ребенком. Жена, разумеется, такой поступок оценила. А вот начальник не понял. Когда в семье Федосеенко появился долгожданный малыш, супруги посовещались и решили, в декрет пойдет папа. Жена хотела строить карьеру, Виталий препятствовать не стал. На тот момент его служебные амбиции и так были удовлетворены. Я тогда работал начальником транспортного цеха. Приниматель отнесся крайне отрицательно. Отцовский порыв взяться за пеленки и распашонки начальник не понял. Но не отпустить папу в декрет тоже не смог. Это законное право работника. Как женщины, так и мужчины. Почему должен работник семью ставить на задний план, чем, допустим, работу? Так начальник цеха переквалифицировался в няню. Управлять домашним хозяйством и воспитывать сына оказалось непросто. Но Виталий справился и мужественно работал мамой все три года, пока не пришло время вернуться в родной цех. Еще уведомили, что мое место сокращено, рабочее. Была реструктуризация, реорганизация. В отдел кадров пришел и спрашиваю, куда мне идти. Ну, у меня начальника было, короче, на рабочее место. Ну, то есть, где оно? Ну, нет. По документам штатная единица начальника цеха осталась. Только управлять оказалось неким и нечем. То есть, уволили папу за то, что работал мамой. Дальше суды и разбирательства. Сын Виталия ходит в детский сад и даже учит английский. А вот взрослые так и не смогли найти общий язык. Свои права в суде Виталий все же отстоял. Но на прежнее рабочее место уже и сам не захотел вернуться. Ведь выбирать между работой и семьей он больше никогда не будет. Присоединяйтесь к открытому разговору прямо сейчас. Будем выяснять, может ли в Беларуси появиться обязательный отцовский отпуск. И вообще, готовы ли наши мужчины взяться за пеленки. И сегодня гости нашей программы. Руководитель общественного объединения защита прав отцов и детей Олег Бакулин. И советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Пасканая. Сейчас в Беларуси в отпуск по уходу за ребенком до трех лет может уйти и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, да, собственно, любой родственник. Вот предположим, если в декрет уходит папа, за ним сохраняются те же самые права, как и в случае с мамой. Если папа у нас уходит в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, то за ним в соответствии со 180 указом президента сохраняется рабочее место. Если срок действия контракта на время его нахождения в отпуске истек, то наниматель обязан продлить с ним контракт на срок до окончания этого отпуска по уходу. Также папа получает пособие по уходу за ребенком. Кроме того, он имеет право в этом отпуске выйти на работу не более чем на 0,5 ставки, и тогда размер пособия сохраняется в размере 100%. А все папы могут уйти в декрет? Нет, не все папы могут уйти в декрет. Папы, которые у нас находятся на службе в органах внутренних дел и в Следственном комитете, то эти вопросы регламентируются положением об этих структурах. В соответствии с этими положениями папа может уйти только в том случае, если он воспитывает ребенка один, если мама лишена родительских прав или длительное время находится на лечении. Папа в декрете для Беларуси это скорее исключение. Всего лишь 1% белорусских мужчин уходят в отпуск по уходу за ребенком. Кажется, как это так. Что за мужчина, который сидит с ребенком, а его женщина, получается, работает, кормит семью. У нас так сложились какие-то стереотипы. Их надо немножко, естественно, менять. У нас один отец воспитывал ребенка, два года он воспитывал ребенка, в декрете находился, на полставке работал заодно, чтобы не потерять квалификацию. И потом мама опомнилась и подала в суд о передаче ей ребенка на воспитание. И сразу же с первого судебного заседания ребенка отобрали у отца и передали на воспитание матери, которая два года его не воспитывала. То есть дискриминация, не дискриминация? Конечно, дискриминация. Если бы у нас было равенство прав родителей на воспитание детей, то бы у нас и в отпусках находилось бы, ну, по крайней мере, не один процент, но процентов 30-40 отцов находилось бы в отпусках по уходу за ребенком. Ну, я хочу дополнить, что, конечно, на сегодняшний день законодательно равенство прав у нас закреплено. То есть папа имеет право… Де юре. Да, де юре, равенство прав закреплено. А де факто каждая семья решает для себя самостоятельно, исходя из тех обстоятельств, которые сложились в семье. Сейчас у нас по статистике средний заработок мужчин на четверть выше, чем средний заработок женщин. Поэтому, естественно, это тоже влияет на то, что больше, конечно, в отпуске по уходу находятся женщины. В нашей стране не исключено, что может появиться обязательный папин отпуск. Об этом говорят уже много. И сейчас создана рабочая группа, и специалисты прорабатывают этот вопрос. Давайте, может быть, сразу все точки над «и» расставим, а то, возможно, по ту сторону экрана мужчины поднапряглись немножко. Мы все-таки говорим об обязательном отпуске, но не о декрете вместо мамы. Нет, это дополнительно отпуск, который предполагается давать отцу одновременно с отпуском матери для того, чтобы больше наших пап интегрировать в воспитательный процесс. Если я не ошибаюсь, первая страна, которая на законодательном уровне закрепила обязательный отцовский отпуск, это была Норвегия. И там папы могут уходить в декрет на шесть недель. В каких еще странах папин отпуск – это обычное явление, узнаем из нашего международного обзора. Нигде в мире нет такого количества мужчин, ухаживающих за своими детьми, как в Исландии. По данным соцопросов, в этой стране до 90% отцов идут в декрет. Согласно исландскому законодательству, мужчина, у которого родился ребенок, может получить отпуск на три месяца наравне с женщиной. Все это время ему выплачивают пособие в размере 80% от его среднего заработка за последний год. Таким образом, оба родителя находятся рядом с ребенком в первые месяцы его жизни. Во Франции каждый отец вправе воспользоваться декретным отпуском на две недели вместо матери и при этом получать свою обычную зарплату. В Бельгии отцовский отпуск также оплачивает наниматель. Первые три дня сохраняется 100% дохода. Оставшиеся 82 дня платят не более 102 евро в сутки. В Словении папам малышей положено три месяца отцовского отпуска. Первые 15 дней сохраняется 90% дохода, остальное время не оплачивают. В Польше мужчина, который только что стал отцом, может взять двухнедельный отпуск с полным сохранением заработка, чтобы быть все это время рядом с любимой. Кроме того, мужчина вправе воспользоваться 30 днями папиного отпуска. Все это время ему выплачивают пособие. Один из самых коротких отцовских отпусков в Греции. Всего два дня, зато с полным сохранением заработка. В Швеции семья недополучает часть пособия, если каждый из родителей не воспользуется правом побывать в отпуске по уходу за ребенком. На время декрета за мужчиной сохраняется 90% от заработной платы. Вот почему в этой стране отцам выгодно уходить в декрет. Опыт каких стран действительно может пригодиться нам. Есть страны, которые предоставляют такой отпуск от одного дня. В Италии, в частности, предоставляется один день такого отпуска. Самый длительный срок такого отпуска предусмотрен в Словении. Это 13 недель. И оплата производится от 100%. Есть страны, которые не оплачивают такой отпуск. Кстати, вопрос о том, с оплатой будет отпуск или без оплаты, за счет каких источников, этот вопрос еще не решен. Конечно, Федерация Просвязов настаивает на том, чтобы отпуск этот был оплачиваемый. Это правильно. Да, и я как член рабочей группы знаю, что мы эти вопросы неоднократно поднимали и предлагали источники. Конечно, мы поддерживаем ту позицию, что отпуск должен быть по продолжительности такой достаточный, значительный. И что с сохранением 100% среднего заработка. Я предполагаю, что это должно быть хотя бы где-то около месяца. Так рассматривается вопрос. Примерно около месяца. Почему? Потому что папой заменить маму на все время, на все три года, нет смысла. Когда отец прочувствует именно с грудным ребенком, который нуждается в ежечасном уходе, когда отец вот это все прочувствует, он не идет с друзьями в гараж, так скажем, пиво пить, а идет заниматься памперсами и знает, какие лучше, какие хуже возникают. Те отношения, которые и детско-родительские, которые и привязывают отца к ребенку, ребенка к отцу. В результате семья крепче, разводов меньше, преступлений меньше и так далее. Я отмечу, что вопросы нашим экспертам можете задавать и вы, телезрители. Для этого достаточно взять свой мобильный телефон, снять видеовопрос, а мы постараемся ответить на него в студии. И сейчас я предлагаю посмотреть один из таких видеовопросов, которые прислали в редакцию нашей программы. Добрый день. Меня зовут Алена. У нас родилась двойня. Могу ли я оформить декретный отпуск на одного ребенка, а муж на второго? Нет, такое право предоставляется одному из родителей, но пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться на обоих детей. Давайте вернемся к обсуждению нашей основной темы, обязательного папиного отпуска. Как показывает практика, кстати, вот любопытное исследование провели в Московском университете имени Ломоносова. 77% сотрудников IT-сферы – это мужчины. Ну, я думаю, у нас в Беларуси то же самое. Плюс производство, промышленность, то есть основная нагрузка на мужских плечах. И если в отпуск декрет отправлять пап, не получится ли так, что мужчина уходит в декрет, теряет свою квалификацию, а от этого потом страдает производство? Я думаю, что нет. Мое мнение такое. Разговор идет большой про папин отпуск, а сам отпуск этот, ну, он вот, мизерный. Это сопоставим с тем, что люди съездили в отпуск, например, отдохнуть. Тот же самый отпуск будет папин отпуск. А согласитесь ли Вы с тем, что отцы, которые проводят больше времени со своими детьми, живут дольше и здоровее? Даже чисто технически папа, который больше времени проводит с ребенком, у него меньше времени остается на вредные привычки. И, конечно, каждый родитель, он пытается своим примером и вообще дать ребенку самое лучшее. И, соответственно, идут такие процессы сдерживания своего личного поведения, потому что ребенок все это видит. Если есть дети, то уже не хочется подавать плохой пример своим детям. Так все-таки папа может заменить маму? И вообще стоит ли это делать? Папа должен оставаться папой? Заменить маму нельзя. Но помочь маме можно. Заниматься воспитанием ребенка можно. И не только можно, а нужно. Поэтому нужно дать такую возможность отцам в мамину работу окунуться. Оба родителя в воспитании ребенка должны участвовать в равных долях. И мы для этого приложим все усилия, чтобы у нас как-то эта система начала действовать более эффективно. Спасибо большое вам за этот открытый разговор. А я напомню, что на вопросы нашей программы отвечали руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей» Олег Бакулин и советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюза в Беларуси Наталья Пасканая. Есть что сказать некому слушать? Значит, вам по этому адресу. Присылайте свои видео-вопросы, звоните по телефону горячей линии СТВ. И, возможно, именно вы станете героем нашей следующей программы. Рабочие моменты бывают разные. И как найти тот самый компромисс? Может, о проблемах? Говорить открыто. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин